Стопфонды Беларуси пополняются овощами. Хранилища планомерно модернизируют, оснащают современным оборудованием. Аграрии прилагают максимум усилий, чтобы в межсезонье обеспечить страну свежей продукцией. В хозяйствах основной фронт работ на уборке корнеплодов. Чтобы справиться с задачей без потерь и в срок, в полях не только местные специалисты. На помощь прибыли и работники городских предприятий. На сцене Дворца искусств в преддверии Дня учителя наградили лучших работников сферы образования. Грамоты благодарности и благодарственные письма нашли тех, кто на протяжении многих лет вкладывал всю душу в обучение и воспитание будущего поколения. В качестве приятного сюрприза церемонию посетил заслуженный артист Беларуси Руслана Лехно. От почетного гражданина Бобруйска в адрес педагогов прозвучали душевные слова поздравлений. В Бобруйске прошел круглый стол «Будущее без наркотиков» для учеников 34-й школы. Ребятам рассказали, какие проблемы возникают при употреблении запрещенных веществ и как они влияют на жизнь человека. Также школьники активно принимали участие в интерактивной игре, с помощью которой научились делать правильный выбор и противостоять вредным привычкам. Встреча завершилась викториной, которая сформировала у подростков сознательное отношение к своему здоровью. В Беларуси планируется разработать экологический кодекс. Он объединит основные направления деятельности в области охраны окружающей среды, в том числе регулирующие вопросы обращения с отходами. К слову, 6 октября вступает в силу новая редакция закона об обращении с отходами. Лейтмотив максимально использовать их повторно, извлекать вторичные ресурсы. Очередной этап конкурса лидер экономики стартовал в республике. Он направлен на содействие реализации государственной программы цифровой развития Беларуси на 2021-2025 годы. Прием заявок продлится до 14 ноября. Поездки экспертов на предприятия состоятся в период с 18 октября по 18 ноября. По итогам конкурса оргкомитет проводит ряд инициатив по продвижению победителей.